В этой фотографии мы видим земляные работы по устройству нового русла реки Кемчуга. Обратите внимание, мы видим, что рабочие пользуются только лопатами и деревянными телегами. То есть все работы производились вручную. Давайте теперь посмотрим, что это были за переселенцы, которые поехали в Сибирь после того, как Транссибирский железнодорожный путь был построен. Вот эта фотография сделана в переселенщинском пункте близ станции Каинск. Обратите внимание на юрты, которые очень сильно напоминают казахские юрты. Переселенческий пункт близ станции Боготол. Те же юрты, но на этот раз мы можем разглядеть лица людей. Также есть вот такая фотография переселенцев. Выдвигаю предположение, что это и есть потомки казачьей орды, которые были упомянуты в предыдущих роликах. А это уже томские переселенцы. Также мы видим юрты. Большинство детей без обуви. Но несмотря на это, практически все в головных уборах. А здесь изображены землянки томских переселенцев. Обратите внимание, все сделано из какой-то рухляди. На окнах нет стекол. Вокруг голая земля и есть ощущение, что дома засыпаны землей. Странное складывается впечатление. Томску на тот момент было 300 лет. И неужели не было никаких складов, амбаров или временных изб, куда можно было поселить людей. А теперь рассмотрим планы главнейших городов Азиатской России. На первый взгляд ничего необычного здесь нет. Но если посмотреть на условные знаки, то видно, что красным цветом обозначены кварталы заселенные, а розовым не заселенные. К таким городам, как Омск или Томск вопросов нет. Они полностью заселены. Но если посмотреть на город Иркутск, то видно, что он заселен чуть более чем наполовину. Очень много кварталов незаселенных. Хотя на карте очень четко видно инфраструктуру города с дорогами. Город Хабаровск. Заселен наполовину. Город Семипалатинск. Заселен менее чем наполовину. Обратите внимание, что на незаселенных кварталах есть название улиц. Город Владивосток. Также заселен примерно наполовину. На незаселенных кварталах четко видна инфраструктура города. Город Алексеевск Амурской области. Возник в 1912 году. Заселена только маленькая часть, которая подписана как деревня Сураженко. Остальной город не заселен, хотя есть два вокзала. Как это вообще понимать? Неужели все-таки переселенцы приехали в пустые города? При этом обратите внимание, город пустой, а кладбище уже есть в левой части от города. Существует очень много фотографий 19 века, городов Сибири, в которых не видно почти никакой растительности. Я не могу пройти этот факт стороной и покажу некоторые из них. На этой фотографии показан город Мариинск. Город Томск. Здесь мы видим обратный берег реки Томи. И на нем мы видим ровную поверхность без всяких деревьев. Здесь также показан город Томск. Город Омск. Также не видно ни деревьев, ни кустарников. Город Красноярск. Такой же вид с отсутствующей растительностью. Я не могу утверждать, что абсолютно на всех фотографиях 19 века, городов Сибири, вы не увидите деревья. Фотографии с деревьями и лесами есть, но, к сожалению, обычно неизвестен точный год, когда были сделаны фотографии. Также город Красноярск. Также мы видим голую землю. Но здесь мы также можем наблюдать гостиный двор с входами под землю. Судя по всему, подземный этаж некогда был первым этажом. И вот еще одна фотография Красноярска. Перед нами карта степных областей Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской. На ней желтым цветом изображены земли, принадлежащие казакам. Мы видим, что территория земель достаточно обширна и что казаки контролировали основные реки. Другая карта показывает все земли казачьих войск. Здесь также видно, что казачьи войски контролировали территорию, находящуюся рядом с Монголией, Манчжурией и Китаем. Очень странно, в чем была необходимость в расположении войск на такой большой территории, если, согласно официальной версии, в то время не было никакой войны с Китаем или с Монголией. А если предположить, что Сибирь до 18 века принадлежала империи, которую на западе называли Великой Тартарией, то все встает на свои места. В 19 веке первые на эту землю пришли казачьи войска, которые производили зачистку территории. Эта зачистка включала себя не только в убийство населения, но также уничтожение артефактов и письменных документов, которые бы рассказали о настоящей истории этого края. Одна из интересных страниц в истории Сибири – это строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, которую по-другому называли Великий Сибирский путь. Длина первой ветки составляла около 7000 километров, и этот участок строился с 1891 по 1916 годы. Этот мост называется Каменная труба через реку Тайменку. Можете представить, сколько сил ушло на строительство этого моста при помощи больших камней, если учесть, что все это производилось вручную. Мы видим, что речка на данной фотографии мелкая, и здесь возникает вопрос, зачем было строить такой мост. Эта фотография называется «Железный мост через реку Касуль». Обратите внимание, основа для моста тоже каменная, и также имеются арки. Но на этот раз арки засыпаны землей. Это достаточно странно. Зачем нужно было вкладывать столько сил и потом это просто закапывать? Судя по всему, каменная основа уже стояла, а железная часть моста была построена строителями железной дороги. Мост через реку Качу-Гладкую. Ситуация здесь практически такая же. Арки каменной основы моста были засыпаны землей, но только сам мост решили построить из дерева. Согласитесь, что у моста получился довольно странный вид. Деревянный мост через реку Солдатку. Но здесь все на своих местах. Мост полностью был построен строителями железной дороги. Ранее я уже показывал материалы, в которых упоминается о том, что Марко Поло называл Сибирь страной 12 тысяч каменных мостов. Судя по фотографиям, для этого были основания. Здесь мы видим небольшой участок пути. Вокруг непроходимая тайга и болото. Как в таких местах насыпались землю при помощи лопат и деревянных телег. Вот это фотография разброски шпал. Видно, что бригады были небольшие, но народ был крепкий. А это фотография зарубки шпал. Судя по этой фотографии, железнодорожная ветка была проложена только одна. И так как путь был тоже один, можно сделать вывод, что поезд шел сначала в одну сторону, а потом в другую. Одновременное движение поездов в разные стороны было в то время невозможно. Вот еще есть интересная фотография, которая называется Тезка камней для Енисейского моста. Отрывок из описания к этой фотографии я вам сейчас зачитаю. На нашем рисунке изображен момент Тезки камней для облицовки Енисейского моста. На правом берегу Енисея тут и там разбросаны гранитные камни различных величин и форм. Работа бойко идет у специалиста камнетеса, под руками которого вид камня последовательно меняется, превращаясь из глыбы неправильной формы в различные геометрические фигуры. Очень сложно поверить, что вручную при помощи молотка и кувалды можно было выбить брусок нужной формы. Тем более, что некоторые глыбы имеют закругленные края. Когда я первый раз посмотрел на эту фотографию, у меня сложилось ощущение, что эти глыбы камней были обтесаны где-нибудь на фабрике или в цеху. Ведь если мы посмотрим внимательно, мы можем на камнях увидеть номера. Каждый номер соответствует местоположению камня согласно проекту. А вообще, конечно, ситуация достаточно странная. Мост еще не построен, а камни для облицовки уже готовят. Так может быть, все-таки мост был построен из этих камней? И что мы видим на этой фотографии, это просто перенос моста из одного места в другое? Еще одна карта называется Карта Восточной Сибири с показанием экспедиции, совершенных с открытия Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества. Несмотря на то, что Сибирь освоена уже почти 200 лет, мы видим, что было совершено очень много экспедиций по Западной и Южной Сибири. Темным цветом обозначены экспедиции съемки бывшего управления Генерального штаба Военно-Топографического отдела и Межевого управления Восточно-Сибирского военного округа. То есть военные облазили область, которая, по идее, должна быть наиболее заселена. Еще один документ это развитие переселенческого хозяйства по обследованию 1911-1912 годов. Здесь идет сравнение размера обрабатываемой площади и рост обрабатываемой площади переселенцев. Но при этом введена градация до 3 лет, с 3 до 5 лет, с 5 до 10 лет и более 10 лет. Это достаточно странно, если учесть, что эту землю освоили уже как 300 лет. Почему нет градации до 100 лет, от 100 до 200 лет и более 200 лет? Читая подобные документы, действительно складывается ощущение, что Сибирь освоили в конце 19-го и в начале 20-го века. Сибирь освоили